здравствуйте уважаемые зрители мы с вами сейчас находимся в самом дорогом и престижном районе северного кипра в белопаисе лучшие виды на море на северной кипре древнее аббатство президент северного кипра живет здесь же рядом на вилле в общем и в самом престижном районе и мы сейчас покажем четырех спальную виллу 220 квадратных метров закрытой площадью не за полтора миллиона фунтов как вы правильно сейчас подумали а всего лишь за 385 тысяч фунтов причем вся обстановка на вилле налоги документы подключения коммуникаций все 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 бассейн индивидуальный 5 на 10 входят в эту цену уверен вам понравится начнем показывать этот дом наверное с территории территория у данной виллы 760 квадратных метров посмотрите пожалуйста вид на море выход прямо отсюда прямо прямо земли открывается причем он никогда не будет закрыт потому что там во первых местность она уходит уровнем вниз во вторых впереди а враг там никто никогда ничего не будет строить у виллы есть сад что очень важно смотрите вот олеандры садовник подстриг чтобы не закрывать вид на море различные суккуленты живая изгородь и кстати сказать сад плодоносище это очень важно всего такой сад стоит приблизительно 20-25 тысяч фунтов включая систему автоматического полива я вам говорил что площадь виллы 220 квадратных метров но это только то что внутри стен а террасы они дополнительно они в эти 220 не входят наверное в общей сложности вилла имеет квадратов 300 общей площади как обычно мы все агентства по продаже недвижимости и застройщики здесь указываем на своих веб-сайтах в спецификациях смотрите есть колонны и над колоннами есть деревянная пергола то есть ее можно застелить закрыть например либо парусиной если вам это нужно чтобы защищаться от солнечных лучей либо вот как сделано на этой части террасы смотрите вот здесь какие-то вьющиеся растения я не знаю как они называются на не очень красивая и скорее всего вечно зеленые вот одно второе и вот здесь третье она немножко другое видите такие лианы и они уже потихоньку потихоньку посмотрите пожалуйста эту террасу заплетают и здесь можно сделать тенек вот кстати сказать есть барбекю прямо здесь рядом вот это выход из кухни у нас есть ключ только от входной двери у нас от двери террасы сегодня ключа нет но это выход из кухни это очень удобно и сидеть дело барбекю и потом подавать столовой идемте дальше по часовой стрелке и так большая терраса вот это выход мы его увидим изнутри мы сюда на эту террасу еще выйдем это выход из гостиной здесь тоже много всяческих декоративных растений смотрите уже очень высоких пальмы суккуленты хорошая качественная опорная стена из натурального камня посмотрите довольно большая парковка здесь легко можно припарковать особенно если убрать вот эти вот подставки тоже для живой изгороди легко можно припарковать два автомобиля они смогут еще и разворачиваться пожалуй а может быть и нет может быть чтобы разворачиваться надо будет на улицу выезжать но в любом случае как минимум один даже очень большой автомобиль сюда спокойно становится а здесь если второе место для второго автомобиля не нужно здесь у нас владельцы виллы видите заплели виноград когда он разрастется здесь тоже будет очень зелено и красиво а также вот этот зеленый изгород дает уютный тенек дрова для камина внутри дома есть камин посмотрите какая большая территория идемте дальше смотрите у нас не только автоматическая система полива у нас также есть и краны которые выведены по территории для того чтобы можно было подключить шланг и например вымыть этим этой водой из крана террасу либо полить дополнительно то что нужно это выход у нас из спальни на тоже небольшую террасу есть спальня на первом этаже это очень удобно если есть маленькие дети либо пожилые родители чтобы они не ходили вверх вниз по лестнице это с возрастом уже неудобно видите рамы с эффектом под дерево это скорее всего скорее все это пвх пластиковые окна бассейн индивидуальный бассейн 5 на 10 давайте мы покажем он сейчас у нас весь в листве хозяева здесь не живут в данный момент и не очень видимо хорошо присматривают садовники за этим бассейном главное что он есть я задал вопрос сколько стоит в общей сложности обслуживание на сегодняшний день бассейна и сада собственно не говорит что приблизительно около 100 фунтов в месяц мы не считаем кабаналку мы не считаем электроснабжение водоснабжение это оплачивается по счетчику главное что она здесь есть счетчики уже оплачены водоснабжение электроснабжение есть постоянно я вам покажу трубы водоснабжения может быть мы найдем счетчик электроснабжения все вам покажем вы будете договариваться когда приобретете виллу с другим садовником с другим с другой компанией по обслуживанию бассейна или с этой же но вы должны приблизительно понимать что это не менее 100 фунтов будет стоить полностью обслуживать это участка 760 квадратных метров смотрите какая разлапистая пальма если я правильно все понимаю то это финиковая пальма если я правильно понимаю она плодоносище вот это либо апельсин либо мандарин посмотрите на нем есть цветочки будет хороший урожай вау очень очень вкусно пахнут и пчелки уже делают свое дело опыляют это миндальное дерево уже видны плоды следующего урожая это банановые пальмы там в углу гранатовое дерево все плодоносит вот это тоже либо апельсин либо мандарин я так без плодов в них не очень разбираюсь тоже видите здесь есть цветочки будет новый урожай весь сад красиво подсвечивается если вы покажете можно вот сюда камеру показать смотрите вон там видите фонарь такой подсветки то есть вечером очень красивая подсветка он там я вам рассказывал про трубы водоснабжения про полив вот вот эти трубы вот большая труба вот маленькая труба капельного полива ее не видно под зеленью которая застилает это моторные комнаты и накопительный бак такой баланс танк он называется я не знаю как на русском для бассейна чтобы постоянно был уровень воды бассейн как видите он переливной водичка переливается если бы уровень был правильный и моторы работали то водичка вы переливалась и весь мусор уходил бы через эту решетку на фильтр смотрите а вот плоды а вот плоды на кактусе мы их не будем трогать то что колючки там там обязательно есть я только не знаю эти конкретные плоды они все удобно или нет в общем сад большой вы знаете что на сегодняшний день виллы даже которая стоит дороже чем это это вилла я вам напомню включая все 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 стоит 385 тысяч фунтов так вот даже более дорогие объекты на сегодняшний день новые продаются на участках приблизительно 400 квадратных метров здесь у нас 760 квадратных метров частной территории причем отдельные свидетельства праве собственности уже сделан то есть участок отделен от остальных участков есть отдельное свидетельство за него не нужно платить не нужно тратить время для того чтобы его сделать друзья мои а вот и виды на аббатство галапаис до аббатство здесь всего 250 метров по прямой а по дороге на самом деле здесь такие древние улочки узенькие которые дышат преданием старины глубокой приблизительно 800 метров по-настоящему по дороге до самого аббатства вот она этот вид он никогда не будет закрыт потому что сразу же за нашей живой изгородью там находится такая внутренняя дорога по ней очень редко ездить автомобили а за ней находится овраг и этот овраг простирается прямо до стен аббатства так что этот вид он всегда останется здесь такой какой он есть идемте дальше закончим нашу прогулку по саду это у нас лаванда для того чтобы муки комары не можете разные не мешали жителям дома это инжир как я вижу тоже плодоносящий территория большая вон там еще одно плодовое дерево посаженной и еще одно плодовое дерево большую даже не один а два скорее всего они здесь росли еще до того как была построена вилла еще два миндальных дерева в общем сад большой хороший уютный плодоносящий причем достаточно места для того чтобы вы смогли реализовать свои идеи свои фантазии уже освещение саду он видите там фонарик например она готова уже уровне здесь все выверены если вы захотите здесь постелить газон например либо посадить какие-то цветочки которые вы хотите пожалуйста ваша фантазия есть где реализоваться напомню меня зовут игорь коршунов я генеральный директор и владелец компании leverage investments лидера рынка недвижимости северного кипра мы работаем для вас с 2004 года реализовали уже почти 5000 объектов недвижимости и мы единственная компания на северном кипре каждая сделка которой застрахована на 400 тысяч евро что дает еще больше уверенности надежности и безопасности вам нашим дорогим покупателям идемте в дом посмотрим как там все устроено внутри уважаемые зрители мы у входа в дом как видите есть охранная сигнализация как видите система видеокамер система видеонаблюдения в этом вопросе все устроено мне очень нравится что вход в дом накрыт таким козырьком то есть если вы вот смотрите припарковали автомобиль взяли из багажника сумки и пришли к дому вам нужно их поставить и открыть входную дверь очень удобно если идет дождь чтобы вас он не намочил пока вы здесь открываете дверь ну а также это хорошо чтобы дождевая вода не попадала в дом вы видите здесь есть разница в уровне между парковкой и вот этой входной группой а также есть еще порог еще два сантиметра высоты таким образом дом хорошо надежно защищен а также как видите здесь сенсор датчик движения для того чтобы вам не приходилось каждый раз включать вручную эту лампу вы подходите выходите из автомобиля она уже загорается освещает вам путь идемте в дом нормальная красивая стандартная хорошая входная дверь небольшая прихожая собственники виллы здесь не живут поэтому как видите вот шезлонги и лестницу они оставили сейчас в доме и вот там под лестнице есть небольшая кладовочка это всегда очень очень хорошо и лишним никогда не будет все что вы видите в доме все входит в его цену вот люстра например картины какая-то мебель всем этим можно пользоваться очень важный вопрос зимой нужно как-то отапливаться если вы будете жить на этой вели круглый год уже готова посмотрите сюда вот выводы под радиаторы они уже здесь в стенах вам не нужно остро бить стены не нужно их заново прокладывать достаточно будет только приобрести себе либо газовый обогреватель либо дизельный либо тепловой насос или какой вы себе придумаете повесить радиаторы и у вас будет тепло это большой плюс и так это была прихожая здесь вот такой такой коридорчик из которого мы сразу же попадаем в гостиную идем небольшая гостиная очень уютная полностью обставленная мягкой мебелью а также здесь как видите временно сложена мебель с террас вот мы с вами были на террасе мебели там не было вот она вся хранится здесь когда здесь собственники приедут на виллу или вот новые собственники вы например в эту мебель для террас просто вынеси на террасу и вместо будет больше телевизор камин все осветительные приборы шторы все входят в цену этой виллы гостиная она у нас совмещена он вернее она вот продолжение гостиной это столовая зона столовая зона а столовая зона продолжается у нас кухней идемте посмотрим на кухне есть вся 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 бытовая техника плита духовка есть посудомоечная машина кулер для воды есть большой 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 двухкамерный холодильник с морозилкой арчилик вот эта дверь вы меня вам показывал у меня нет от нее ключа она ведет на террасу возле дома где находится барбекю то есть можно жарить шашлык и заносить его если например вы в этот момент обедаете здесь доме и заносить его прям сюда в дом это очень удобно вот на эту террасу мы с вами можем выйти выходим на террасу где должна стоять вот эта плетеная мебель террасная и любоваться видами здесь можно обедать здесь можно проводить время с друзьями если мы сделаем тишину и наши микрофоны это уловят то можно услышать как поют птички и также жужжат пчелки причем очень 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 замечательно прекрасные виды на море если обрезать бугенвилью немного пониже а садовник должен был это сделать он видимо поленился то виды на море будут незакрываемые идемте дальше внутри дома итак мы вышли из кухни и попадаем в спальню на первом этаже я уже говорил что это важно иметь спальню на первом этаже для того чтобы маленькие дети либо пожилые родители люди пожилого возраста может быть собственники виллы которые ее приобретят они будут таком возрасте что они захотят уже часто подниматься на второй этаж пожалуйста есть спальня на первом этаже как я говорил везде есть выводы для радиаторов это очень важно есть много 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 шкафов с антресолями в каждой спальне это не самая большая спальня она такая строилась видимо скорее как гостевая вот везде в доме на полу керамическая плиточка хорошего нормального качества шкафы довольно глубокие мы не будем их открывать потому что там вещи хозяев дома а зато мы сможем открыть балкон с этого балкона мы выходим прямо на терраса бассейна посмотрите вид на аббатство белопоис прямо отсюда если штору не закрывать можно видеть белопоис аббатство она очень красиво вечером подсвечивается огнями прямо из спальни рядом со спальней находится ванная комната мы называем ванной комнаты на самом деле здесь душевая раковина унитаз опять же выводы автономного отопления для того чтобы можно было здесь разместить полотенцесушитель вот пожалуйста пока собственники видимо пользовались как летним домиком этой вилой и систему отопления себе не устанавливали идемте на второй этаж красивые кованые перила если цвет цвет бронзы вас смущает можно покрасить любой другой хорошие деревянные набалдашники и сама лестница сделана из травертена вот здесь два окошка на них сейчас находится жалюзи кстати сказать жалюзи я считаю здесь абсолютно не нужны потому что сами стекла сделаны из это мы называем на английском frozen glass я не знаю как на русском в общем они дают свет но то что находится внутри не видно даже если будете ходить голышом тем более учитывая что здесь такой район не очень большим количеством жителей просто очень дорогие самые дорогие в стране виллы их не очень здесь много поэтому маловероятно что кто-то захочет и сможет за вами отсюда подсматривать идемте на второй этаж все сделано грамотно по уму здесь тоже есть окошко как видите мы не включаем осветительные приборы но здесь светло стоит таймер для того чтобы горячая вода была всегда тогда когда нужно жильцам виллы они тогда когда вам нужно включать ее вручную на этом этаже у нас три спальни и ванная комната ванная комната начнем с нее она с настоящей ванной плиточка до потолка шторка вот такая простенькая но можно поставить можно поставить стеклянную при желании обычная простая недорогая модель унитаза тоже при желании новые собственники смогут поставить что-то более элегантное если захотят здесь же находится стиральная машинка на первом этаже у нас посудомоечная стиральная здесь ванна и вероятно владельцы решили что так удобнее если даже вы захотите перенести куда-то в другое место после приобретения виллы вы знаете что здесь тоже все выводы для стиральной машины есть а также как всегда здесь есть выводы под полотенцесушители вот они на стене они крепятся к той же системе автономного отопления дома далее у нас три спальни вот эта хозяйская спальня она самая большая я не знаю сколько здесь квадратных метров наверно около 20 спальня действительно очень большая просторная в каждом помещении есть кондиционеры воздуха если не устанавливать систему автономного отопления газового дизельного либо при помощи теплового насоса либо как-то по-другому то можно также отапливаться и кондиционерами воздуха их всего пять на вилле по одному в каждой спальне и один в гостиной смотрите вот вид вот вид на море из этой спальне если штору не закрывать то этот вид будет всегда перед глазами даже просто с кровати утром вы будете просыпаться и видеть видеть этот вид вид на все побережье вид на город на море вид на гавань для яхт и здесь же у нас выход на балкон у нас нет ключа от этой двери мы не можем на него выйти но этот балкон он тоже удобный вы на нем можете выйти поставить здесь мебель для террас и наслаждаться тем же самым видом который мы только что вам показывали в окошко идемте дальше как видите тоже много 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 шкафов с антресолями вот следующая спальня тоже довольно таки довольно таки просторная метров 16 наверное здесь а шкафов даже еще больше из этой спальни открывается вид на аббатство посмотрите пожалуйста я очень 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 завидую я знаю что камера не передаст этот вид я очень завидую что у меня тоже из дома есть вид на аббатство это же такая картинка на миллион долларов просто этот вид несколько месяцев назад у нас начали стройку и нам этот вид навсегда закрыли ну такова плата за то что мы живем там на пешеходном расстоянии от всей инфраструктуры здесь мы живем чуть чуть подальше здесь есть огромный овраг и этот вид никогда не будет закрыт здесь непередаваемо красиво вечером когда это аббатство подсвечивается огнями идем четвертую последнюю спальню в этом доме которая находится здесь же на этом этаже это самая самая маленькая спальня здесь тоже есть кровать прикроватные тумбочки зеркало люстра кондиционер воздуха шкафы здесь еще она она не очень большая и вид из этой спальни вот если эти жалюзи мы убрали бы вид прямо на море давайте мы его покажем вот из этого вот из этого окошка то есть если если не закрывать жалюзи которые сейчас закрыты убрать шторы то можно при пробуждении тоже наблюдать это море это вот выход но уже из окна на тот балкончик который мы с вами говорили куда есть выход из хозяйской спальни уважаемые зрители я обещал показать вам счетчики водоснабжения и электроснабжения это счетчик водоснабжения как видите электронный вот эта труба она идет и от муниципалитета вот он опломбированный и далее труба которая заводит эту воду непосредственно на территорию виллы а это вероятно да я прав это счетчик электроснабжения видите тоже электронный современная модель которая управляется дистанционно Так что, как я вам говорил, все коммуникации подключены, эти подключения, стоимость счетчика, все входит в цену виллы, она полностью подключена ко всем необходимым для постоянного проживания коммуникациям. Уважаемые зрители, а также прекраснейший бонус, здесь рядом, вот буквально в 50 метрах есть муниципальная парковка, она всегда пустая, она мест на 20 или 25, автомобили может там припарковаться, если к вам приедут гости, у вас не будет никаких проблем для размещения их автомобиля, это очень важно, это очень удобно, это такой дополнительный бонус для вас. Уважаемые зрители, мы говорили сейчас только о преимуществах данного предложения, данной виллы, давайте поищем у него, как всегда мы это делаем, недостатки. Первое, дом построен в таком средиземноморском стиле, вам это может не понравиться, многие люди, они предпочитают более современный дизайн зданий, больше стекла, больше бетона на сегодняшний день, тут дело вкуса. Второе, мебель и техника, которые здесь входят в цену, они все-таки не из дорогого сегмента, они самые обычные, они довольно простые, то есть вы можете приехать и начать жить прямо сейчас, но если вы хотите что-то люксовое, то вам придется все покупать заново в этот дом. Хотя, учитывая цену дома в 385 тысяч фунтов, учитывая, что сюда входит уже земельный участок, который, если даже мы найдем на продаже такой, что маловероятно, он будет стоить не менее 200 тысяч, уже и проект, и разрешительная документация, это приблизительно 1015 фунтов. И сад, вот, включая систему полива, эти перголы, растения такие высокие, это минимум 20 тысяч фунтов. Сам бассейн, это приблизительно 35 тысяч. И в итоге мы, налоги, о которых я уже говорил, в итоге получается, что мы 300 тысяч фунтов уже, как бы, потратили, но до строительства дома еще не дошли. То есть дом продается по очень хорошей цене, и при желании его можно достроить, его можно улучшить, и в любом случае это будет гораздо дешевле, чем приобретать аналогичный новый объект. Я имею в виду аналогичный по площади и по локации. Также, поскольку дом строился какое-то количество лет назад, здесь нет, например, системы центрального кондиционирования, что может быть важно для многих из вас. Лично я предпочитаю вот эти старомодные кондиционеры воздуха, которые находятся в каждой комнате. Мне так оно понятнее с точки зрения их стоимости и обслуживания, и надежности. Но при желании можно попробовать спроектировать и установить здесь систему центрального кондиционирования, просто это будет стоить дополнительных денег. Как вы знаете, 5 кондиционеров воздуха отдельных в этом доме уже есть. Далее, гостиная. Она небольшого размера, он может вас не удовлетворить. Все, что мы можем с этим сделать, это только та терраса, с которой мы начинали снимать наше видео. Это ее закрыть, застеклить, поставить стены и окна, и таким образом увеличить площадь гостиной, если для вас это будет принципиально важно. Но, пожалуй, никаких других минусов у данного объекта я не нашел. Если вы найдете, обязательно напишите об этом в наших комментариях. Вы знаете, у нас все комментарии всегда без цензуры. Мы всегда показываем вам и плюсы, и минусы каждого предложения, каждого объекта недвижимости. В целом, мне объект очень понравился. И, пожалуй, если бы у нас не было сейчас в этом же районе своего хорошего дома, то я бы с большим удовольствием рассматривал бы его приобретение для себя и для своей семьи. Уважаемые зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам эта вилла. Ставьте лайки, если тоже хотели бы жить в этом прекрасном, уютном районе Белопоис. Чем он вообще привлекателен? Почему это лучший район и самый престижный, самый дорогой Северного Кипра? Потому что это ближайший район от центра города Кирини, но при этом он находится в предгорье. Таким образом, из домов, которые здесь построены, как правило, очень красивый, незакрываемый вид на море. Ну вот как этот, за что его и ценят. А также близость к горам, близость к аббатству, богатые, дорогие виллы вокруг, приличные соседи. Поэтому всегда, если есть финансовая возможность, люди стараются селиться для постоянного проживания именно здесь, в районе Кирини и Белопоис. Здесь же находится лучшая частная школа на Северном Кипре, Инглишкула в Кайрине. А также в этом же районе находятся еще три частных школы. Это Дуа, Неорист и Белопоис Скул. Это не считая университета, а также государственных школ. До моря от этой виллы 2 километра 800 метров, но данная местность предполагает наличие автомобиля. Поэтому мы будем говорить в минутах, это приблизительно 10 минут езды до ближайшего пляжа. Подытожим по данной вилле. Закрытая площадь 220 квадратных метров. Площадь вместе с террасами, пожалуй, приблизительно 300-300 с небольшим квадратных метров. Площадь земельного участка 760 квадратных метров. Отдельные свидетельства о праве собственности уже готовы. Стоимость виллы, включая все-все-все, что вы видели на этом видео, составляет 385 тысяч фунтов. Это единственное такое предложение по этой цене. Это одно из очень немногих предложений в районе Белопоис. Поэтому, если оно вам понравилось, пишите, звоните, обращайтесь к нашим сотрудникам. Мне вам будет больше информации, они смогут вам ответить на вопросы. А также забронировать виллу, если она вам понравилась. И вы заинтересованы в ее приобретении. Все контакты есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Вся мебель мягкая, вся бытовая техника, 5 кондиционеров воздуха, охранная сигнализация, видеонаблюдение, сад, капельный полив. Все уже оплачено, все входит в цену виллы. Есть накопительный резервный бак на 6 тонн у этой виллы. Для того, чтобы не было никаких форс-мажоров, что бы ни случилось у поставщика воды у муниципалитета. На вилле всегда будет вода, собственники даже никогда этого не заметят. Многие приятные мелочи, такие как душевая возле бассейна, такие как барбекю, перголы, которые тоже стоят денег. Каждая такая вещь стоит несколько тысяч фунтов. Они уже тоже входят в цену. НДС входит в цену, поскольку все документы уже готовы. И свидетельство о праве собственности переведено на сегодняшнего владельца виллы. А это тоже 20 тысяч фунтов. Таким образом, если мы вычтем стоимость бассейна, обстановки вот этих всех мелочей и налогов, то, пожалуй, 385 легко превращаются в 285 тысяч фунтов. Если вилла вам понравилась, но у вас другие запросы, вы хотите квартиру, либо подешевле, либо что-то подороже, либо ближе к морю, ближе к пляжу, либо курортную недвижимость, либо инвестиционную, чтобы купить на этапе проекта, просто на этапе карандаша, а потом перепродать в процессе строительства, когда цена у застройщика повысится на 30-40-50%, либо продать после завершения строительства, когда цена вырастет еще больше. Если вам нужна недвижимость с гарантированным доходом от аренды, обращайтесь. У нас все это есть. Просто напишите заявочку. Ссылочка есть в закрепленном комментарии под этим видео и в описании. И наши сотрудники оперативно, буквально в течение 5 минут, выйдут к вам на связь и подберут вам лучшее предложение, которое максимально соответствует вашим пожеланиям. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments.